В этом видео я вам расскажу про 7 достопримечательностей в центре Ярославля, которые находятся в пешей доступности друг от друга. Итак, если у вас есть несколько часов для прогулки, то вы сможете посетить следующие места. Ярославский музей-заповедник, медведь, который рычит каждый час, парк на Таманском острове, Стрелка, Советская площадь, фонтаны и театр имени Фёдора Волкова. Нашу прогулку мы начинаем с Ярославского музея-заповедника, который находится на Богоявленской площади. Если вы путешествуете на машине, то вдоль стен музея предусмотрена парковка. Также есть отдельная парковка ближе к реке Которсен. От этой парковки как раз идёт дорожка к центральному пляжу. Следующая локация – это медведь, символ Ярославля. Он рычит каждый час с 9 до 21. Медведь находится рядом с комплексом Алёша-Попович. Ну а мы потихоньку двигаемся к парку Даманский, который находится на острове. Чтобы попасть на остров, нужно перейти через небольшой мост. С правой стороны этого моста открывается вид на реку Которсель. А с левой стороны моста мы можем увидеть вдалеке Стрелку. Если мы дальше пойдём от Даманского острова до Стрелки, то нам по пути попадётся вот такая беседка. С верхнего яруса открывается полноценный вид на стрелку. Верхний ярус Стрелки – это зона без машин. Поэтому вы можете спокойно прогуляться по ней, покататься на велосипеде, роликах, самокате. А мы едем к Вечному Огню. От Вечного Огня мы направляемся к Советской площади. Попутнее нам встретится фонтан, а также памятник Демидову. А вот и Большая Советская площадь. Следующая локация – это фонтаны, которые находятся напротив улицы Депутатской. Здесь можно сфотографироваться на лавочке с надписью Ярославль. Ну вот мы и добрались до нашей седьмой достопримечательности. Это театр имени Фёдора Волкова. На этом всё. Хорошей вам прогулки по Ярославлю. Продолжение следует. Продолжение следует.